Взаимная помощь. Казахстан и Македония договорились об экстрадиции. Расскажем, кого и почему будут отправлять на родину. Цифровая трансформация. Практически все сферы жизни казахстанцев будут оцифрованы. Как это будет работать, выяснили депутаты. Проблемы субсидирования агропромышленного комплекса. Сенатор Андрей Лукин требует пересмотреть правила. Здравствуйте. Пришло время Сената. Казахстан продолжает последовательно выстраивать свои отношения с международными партнерами. И главный принцип сотрудничества остается неизменным вне зависимости от государства-партнера. Строгое соблюдение и выполнение всех договоренностей. Но для того, чтобы взятые обязательства были посильными для страны и не противоречили действующим законам государства, все международные соглашения тщательно изучают госорганы и, конечно, сенаторы. На этой неделе сначала на заседании Комитета Сената по конституционному законодательству судебной системе и правоохранительным органам, а затем и на заседании Палаты, депутаты обсудили сразу несколько законопроектов, которые регламентируют отношения между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония. Эти соглашения позволяют странам выдавать друг другу находящихся в розыске граждан, возвращать осужденных на родину и оказывать взаимную правовую помощь по уголовным делам. Сенаторы отмечают, что главная задача, которую они ставят перед собой при принятии таких соглашений – защита прав граждан Казахстана, находящихся за рубежом. Принятые сегодня законы направлены на развитие сотрудничества в правовой сфере между Казахстаном и Северной Македонией. Они формируют основу для сотрудничества по борьбе с преступностью. Соответственно, взаимодействие в процессе уголовного расследования предусматривает такие меры, как оказание всесторонней правовой помощи, задержание и экстрадиции лиц, совершивших преступные действия, а также выдача осужденных. Это обеспечивает верховенство закона, в то же время защиту прав наших граждан за рубежом. И в такой защите прав за пределами Казахстана сейчас нуждаются 922 гражданина нашей страны. Именно такое количество человек, по данным официальной статистики на 1 апреля этого года, отбывают наказание за совершенные преступления в иностранных государствах. Отметим, что подобные соглашения, которые дают возможность нашим гражданам отбывать наказание у себя на родине, Казахстан уже заключил с почти 30 странами. Все это является результатом кропотливой работы и законов, которые принимают в том числе депутаты Сената Казахстана. Согласно договору, передача осужденного производится, если человек осужден за деяние, которое является преступлением в обеих странах. При этом важно, что судебное решение, вынесенное в отношении осужденного, является окончательным и период времени, подлежащий отбытию, составляет не менее 6 месяцев. Кроме того, на передачу должны быть согласны обе стороны, а также и сам осужденный. Если по результатам работы сенаторов такие соглашения почувствовать на себе смогут только те граждане, которые нарушили закон и находятся за рубежом, то выполнение госпрограммы по цифровизации положительно скажется на всех гражданах страны. Причем первые положительные моменты казахстанцы уже испытали. Например, последние несколько лет активно оцифровывалась сфера госуслуг. Это позволило всем нам в период пандемии получать госуслуги онлайн без посещения цонов, что, согласитесь, особенно актуально во время карантина. Как работает программа «Цифровой Казахстан», что уже сделано и что только предстоит внедрить, рассмотрели сенаторы. Впрочем, программа «Цифровой Казахстан» выходит за рамки работы одного ведомства, поскольку изменения касаются всех сфер жизни граждан. Это и образование, и здравоохранение, и государственные услуги. Сегодня более 12 миллионов казахстанцев, а это около 62% населения, активно пользуются услугами цифрового правительства. Все эти люди за минувший год получили более 60 миллионов госуслуг. Такие результаты позволили Казахстану в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства подняться сразу на 10 позиций, до 29 места из 193 возможных. Всего в стране уровень цифровизации государственных услуг превысил 92,5%. Есть рост за три года в цифровом секторе, это электронная торговля. Сегодня в три раза выросла электронная торговля. В то же время электронная торговля остается еще довольно на низком уровне. Есть тут большой резерв, и надо развивать его. По пути цифровизации идут многие наши предприятия. Топливоэнергетического комплекса, промышленности, сельского хозяйства. Но охват еще тоже достаточно низкий. Я могу привести одну цифру. На 100 миллиардов государственных инвестиций, частных инвестиций, выделено всего 42 миллиарда. Два с половиной раза ниже. Поэтому здесь тоже есть хорошие резервы. Конечно, на все это оказало существенное влияние, негативное влияние пандемии. Об этом особо указал глава государства на необходимость усиления цифровизации экономики, социальной сферы, всей потребности казахстанского общества. Пандемия обнажила и ряд пробелов в цифровизации. Они касались в основном проблем с дистанционным обучением и слабым интернетом. Наблюдались перебои в работе системы ЕГОВ и в целом с технической инфраструктурой. Именно поэтому и было дано поручение пересмотреть программу цифровизации и перераспределить средства на наиболее нужные отрасли. Есть такие серьезные недостатки, как вот 400 сегодня школ обеспечены очень низкоскоростным интернетом, ниже 4 мегабайт в секунду. Более 900 сельских населенных пунктов сегодня не имеют интернета. Это уже невозможно. Поэтому, конечно, вся надежда на новый национальный проект, по которому ставятся задачи обеспечить полностью всю страну высококачественным интернетом. И качественный интернет – это равный доступ для всех граждан страны к информации и к удобствам, которые несет цифровизация. Например, в построении умных и комфортных для жизни городов или системы управления большими и сложными производствами. Но есть еще одно последствие масштабных преобразований. Цифровизация экономики неминуемо ведет к высвобождению большого количества людей. И сенаторы уверены, в этом вопросе надо работать на опережение, а не решать проблему постфакту. Следующая проблема – это бесплатные курсы для казахстанцев. Вот здесь не хотелось бы процитировать, что 9000 человек освоили навыки программирования на языке Python, 4000 прошли обучение основам SMM. 9000 Python-программистов – это хороший показатель. Но возникает следующий вопрос – как контролируется их трудоустройство и контролируется ли оно вообще? Потому что я не вижу изменений на рынке труда относительно патент-проектов. То есть, если бы эти 9000 человек действительно сейчас устроились на работу по этой специальности, то они смогли бы удовлетворить большой спрос. Не менее важный вопрос в своем депутатском запросе поднял на этой неделе сенатор Андрей Лукин. Речь идет о субсидиях, которые выдаются аграриям. По словам депутата, используются они неэффективно, не по назначению. Договоры заключаются фиктивно, а деньги просто расхищаются. По информации сенатора, на льготное кредитование и субсидирование за последние 5 лет было выделено 2,9 триллиона тенге. Однако механизм выдачи субсидий не прозрачен, а правила несовершенны. С 2018 года, ну по 2020 год включительно, расследовалось 144 уголовных дела, связанных с реализацией государственной программы. Из них 57 дел по коррупционным преступлениям. Это взятки, их 11 уголовных дел, хищений 17, порядка 30 мошенничеств и так далее. 87 досудебных расследований по охищениям субсидий. И в итоге ущерб государству составил более 2 миллиардов тенге. Основная причина совершения преступлений – это несовершенство нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок и процедуру выдачи субсидий. За последние 5 лет правила субсидирования менялись 47 раз. На сегодня в ЭПК существует более 20 видов субсидирования, связанных с возмещением государств затрат, понесенных сельхозпроизводителями. В этой связи полагается лесообразным пересмотреть правила субсидирования в ЭПК, предусмотрев в них обязанность местных исполнительных органов по проверке заявок сельхозпроизводителей и ответственность должностных лиц, осуществляющих выплату субсидий. Это было время Сената. До встречи на следующей неделе.